Строительство комплекса курортной ведётся уже не один год. Чуть больше двух лет назад в районе улицы Медовой, где проходят два магистральных водовода, от которых запитано около 10 тысяч абонентов, начались работы по массовой отсыпке грунта. Это спровоцировало оползневые процессы, которые продолжаются до сих пор. В результате только за этот год водопровод урвался уже десятки раз. Оперативные действия, которые у Сочи Водоканал проводит по недопущению подобных ситуаций, они дают определённый эффект, но 100% гарантировать от притащения очередного времени ситуации не могут. Идеологическое изыскание мы провели, замерили толщину слоя грунта, а на сегодняшний день она составляет порядка 16 метров. А это значит, что воздействие грунта на участок магистрального водовода продолжается, поэтому на нём периодически возникают аварийные ситуации. В то же время работы по возведению капитальных объектов недвижимости от 4 до 7 этажей продолжаются. Это является отклонением от схемы планировочной организации земельного участка. При рассмотрении проектной документации ни один из этих домов не садился ни на существующие водоводы, ни на охранные зоны. Эта информация в предоставительном плане отражена, то есть эти объекты не затрагивали никакие водопроводы. По факту началось строительство не совсем того, на что выдавалось разрешение на строительство, то есть было изменено место посадки домов и, соответственно, нарушены параметры зданий в части отклонения, в части превышения параметра. Кроме того, не производится арендная плата за землю. Курортный уже должен в бюджет Сочи более 370 миллионов рублей. Сейчас арбитражный суд Краснодарского края рассматривает исковое заявление администрации города Сочи о взыскании застройщика этой задолженности, а также о расторжении договора аренды земельного участка. Уже неоднократно это право аренды передавалось от одного субъекта к другому. Физические лица, юридические лица. И таким образом постоянно уходя от ответственности. Но в настоящее время уже наложен арест судом. При этом по заключенным договорам долевого строительства дома должны были быть сданы в первом квартале 2016 года. Но этого не происходит. Дольщики бьют тревогу. Сам состройщик утверждает, что вся проблема в том, что ему не удается прийти к консенсусу с представителями водоканала. По словам Юрия Гоняна, еще только предстоит выяснить, чья же на самом деле вина в столь частых авариях на магистральных водоводах. Экспертиза нам говорит, что виноваты строители, когда данный водовод прокладывался. Вот и весь ответ. На сегодняшний момент до сих пор ответа от прокуратуры нет. Я знаю, что прокуратура Адлорского района выезжала на место по данному факту. И я не раз говорил, если подтвердится, что вина в нас, мы этот вопрос исправим мгновенно. Мугдин Чермит подчеркнул, что это просто затягивание процесса, а в то же время страдают тысячи горожан. И этого администрация допустить не может. Ситуация накалилась до такой степени, что мы вынуждены рассматривать этот вопрос на чрезвычайном заседании штаба. Прошу все присутствующие организации, департаменты и управления дать свои предложения, потому что ситуация экстренная и требует немедленного вмешательства. По итогам экстренного заседания в администрации было принято решение создать комиссию по устранению ЧАЭС на улице Медовой. Восглавляет её замглавы города, директор строительного департамента администрации Сочи Иван Бомбергер. По просьбе Мугдина Чермита отвал грунта на месте застройки прекратили. В праздничные дни комиссия выезжала на место, а в ближайшее время будут приняты решения по дальнейшим действиям для предотвращения аварий на коммуникациях.